По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург впервые прибыла подлинная чудотворная икона Божьей Матери Державная в честь столетия ее явления. На Болебден побывали наши корреспонденты. Икона Божьей Матери, именуемая Державная, явила себя русскому православному народу 15 марта 1917 года, в день насильственного отстранения от престола императора Николая II Царственного Страстотерпца в селе Коломенском близ Москвы. Державный образ Божьей Матери значит для России не меньше, чем чудотворные Казанская, Владимирская и Тихвинская. С 1917 года под ее покровом пребывает и вся наша страна, и каждый из нас. После литургии перед иконой был отслужен молебен. По искренней вере россиян от икон этих источались бесчисленные чудеса, и по горячей, пламенной, покаянной молитве перед ними Пресвятая Богородица не раз спасала русскую землю от страшного разорения, а народ от уничтожения. Эта икона заставляет мыслить не мелко, а глубоко. И у нас есть ряд икон Божьей Матери, которые нам говорят о тех или иных ее качествах, или которые призывают к тем или иным добродетелям. Державный икон Божьей Матери можно считать иконой, которая входит в один ряд с иконой Казанской и с Владимирской Божьей Матери, которые были заступлены на земле русской, с которым связаны особые вехи жизни нашего Отечества. И икона эта необычна тем, что она, являясь одной в той же ряду, обретена в новое время. Икона явлена нам в то время, когда начались гонения и бедствия. И все, что сегодня мы испытываем, это последствия того страшного времени, продолжил отец Сергий. Мы должны молиться перед этой иконой о спасении России и о нашем Отечестве. Нельзя молиться только о квартире, машине, благополучной работе, достатке, замужестве. И это все хорошо, но это мелко. Мы должны по-большому молиться о том, чтобы было Божье благословение нашему Отечеству. Тогда все остальное приложится. Все важнейшие исторические события из жизни народов России так ясно связаны с благоговейным почитанием Пресвятой Богородицы и горячей верой в спасающий покров ее, которая никогда не оказывалась посрамленной, что Россия с полным правом именовала себя Домом Пресвятой Богородицы или необоримым Богородицы состоянием. Для нашего храма это, конечно, величайшее событие, потому что сама Царица Небесная в своей иконе державной, в честь которой назван наш храм, она сама сюда пришла. Это больше, чем прибытие кого бы то ни было, даже служащих. И, наверное, это самое большее, что могло случиться в нашем храме. Икона пребывает в Петербурге до 28 мая. В эти дни храм будет работать с 7.30 до 21. В течение дня будут служить акафисты и молебны. Субтитры создавал DimaTorzok